Путин просто оказался в такой ситуации, когда он, знаете, он проигрывает, он такой, он обороняющийся, то есть его враги совершают какие-то шаги, то там Байден в Украину пролетит, то, значит, Международный уголовный суд Путина в розыск объявит. Ну и в этой ситуации, чтобы не утратить контроль над собственными сторонниками, нельзя быть пассивным. Иначе сторонники разочаруются, почувствуют, что ты проигрываешь, а основание почувствует, что он проигрывает и есть. Да, и социальная база режима, которая без того у нас уменьшается, в общем-то, достаточно быстрыми темпами, она, ну, совсем быстро умрет. И вот поэтому надо делать какие-то шаги, даже если в них нет смысла, ну, люди же не понимают, большинство не понимает, да, в чем смысл тех или иных шагов. А вот, в частности, вот, что касается ядерного оружия, даже я, вроде бы, ну, в политике неплохо разбираюсь, если человек, я честно признаюсь, что я не очень понимаю, в чем смысл этого шага. Да, и, соответственно, возникает ощущение, что, ну, Путин ответил, да, совершил какой-то серьезный шаг. Ну, то есть, это видимости. В политике видимости играет очень большую роль. И поэтому, может быть, никакого содержания в этом нет, есть только форма. Вот. Ну, вот, это почему-то такое ощущение, с которым я прожил все эти выходные, о чем я тебе говорил, что да, это такое. А-а-а, ух, а, и что? А, ну, вот, вот, вот. Как канадцы без шлемов играли, да, вот сейчас, когда-то. Значит, хорошо, Лукашенко промолчал, все эти дни он молчал. Пятница, суббота, вот в субботу Путин объявил о производстве оружия, Путин принял решение. Лукашенко молчал, вчера молчал, только сейчас объявился, и не с повесткой, а какие-то там кадровые... Кадровые назначения какое-то совершенно... Возможно, конечно, он что-то и скажет. Да, вот вы, как политикток, скажите нам, о чем это молчание Лукашенко может говорить? Или он думает, что ему ответить, или, ну, вот. Почему не было радостных воплей? Ура, наконец-то, я же просил. Ну, в первую очередь, есть основания предположить, что он не в восторге от этого решения. То есть, по тем или иным причинам он считает, что это такой, знаете, троянский конь. Значит, и, возможно, у него просто нет возможности возразить. Ну, то есть, понимаете, он сильно должен Путину. Да? Путин ждал, что Лукашенко начнет войну вместе с ним. Лукашенко сумел отбиться от этой почетной миссии. Но, соответственно, у него возник долг. Ну, то есть, Путин уступил, сказал, ладно, черт с тобой, сам буду воевать без тебя. Да? И Лукашенко в долг вняках ходит. Ну, плюс там, ну, вы же знаете, история финансовых отношений очень длительная. Хорошо знаю, да. В значительной степени, значит, Лукашенко держится на путинских деньгах. И, в общем-то, революцию 20-го года Лукашенко пережил. В значительной степени благодаря поддержке Путина. Знаете, я считаю, я могу в этом смысле ошибаться. Я никогда специально не изучал ситуацию в белорусских силовых структурах. Но из того, что я видел, знаю. Я вот не исключаю, что они не перешли на сторону протестующих. Там же этот тренд начался, он был виден. В какой-то момент многие офицеры там форму свою сжигали, документы там. Сужно кидали, рвали, да. Было движение такое. И мне кажется, что, ну, они прямо на грани были, чтобы уже целиком там структуру целой перешли на сторону заставших. И этого не случилось в первую очередь, потому что Путин, ну, у них же есть по линии силовых структур взаимодействия в рамках союзного государства. То есть каждый генерал белорусский, условно говоря, имеет своего партнера, какого-то куратора в российских силовых структурах. И вот по этой линии, ну, туда пришло совершенно четкое, значит, предупреждение, наверное, неоднократно, что, значит, если только вы там подумаете, вот дернуться на ту сторону, перекинуться, то имейте в виду, значит, Лукашенко объявит о том, что это военный переворот, и тогда мы входим, и, ну, и тогда мы вас там порвем. Да, и они вот этого, то есть они оказались зажатыми, с одной стороны, между Лукашенко, а с другой стороны, между российскими силовиками. Вот, то есть есть все основания считать, что Путин, ну, Лукашенко сидел исключительно благодаря Путину. Соответственно, Лукашенко, ну, понимает, что совсем отказать Путину нельзя, ну, можно, то есть за нос его какое-то время поводить. Но в целом, ну, злить его нельзя, поэтому в каких-то просьбах можно отказать, в каких-то отказывать нельзя. Да, и поскольку вот эта просьба по тем или иным причинам, он считает, что вот в ней отказывать нельзя, ну, может, просто потому, что на самом деле, да, я не в восторге, но, с другой стороны, ничего страшного, да, переживу. Ну, то есть это не то, что там, давайте посылать белорусскую армию, там, воевать с украинцами. Ну, то есть это гораздо меньшая уступка, можно и пережить. Может, он так считает, но все равно при этом не в восторге и не хочет демонстрировать радость по поводу того, по поводу чего сам радости не испытывает. К сожалению, в этом вообще вот, в этом уравнении очень много неизвестных, поэтому я вынужден больше предполагать, чем уверенно утверждать. Да, я вот в этой связи, наверное, извиняюсь и перед вами, и перед вашими зрителями, но натягивать Сау на глобус тоже не хочется. Ну, у нас редко бывают гости, которые что-то утверждают. Утверждают в основном вот на белорусском телевидении, да, там, в эфирах у Соловьева много утверждений всяких. Да, у нас как-то мы стараемся разобраться. Вот в связи с тем, что вы сейчас говорили, я имею в виду о том, что Лукашенко должен и так далее, и Путин решил, ну ладно, буду сам воевать. Может так, могло ли так быть, что Лукашенко узнал об этом решении Путина вместе с нами из новостей? Не исключаю, не буду полностью исключать. То есть Путин сам ведь, он же, понимаете, он тонко чувствует вот их отношения, да, и он, ну, примерно предполагает, вот, как на что отреагирует Лукашенко, да, и он понимает, ну, в этом-то он мне точно не посмеет отказать. Ну, еще и в этом, если он не откажет, ну, так, ну, типа, совсем, ну, это Unreal, не может такого быть, да? И он мог так предположить, и мог вот эту идею родить. Понимаете, вообще идея сама, почему, вот, как я говорю, я растерян, не очень понимаю про нее ничего, потому что она же, ну, абсолютно бредово выглядит с точки зрения самого того, что Путин делает, значит, сам. Буквально 4 или 5 дней назад, когда Си Цзиньпинь там у нас находился в Москве, они подписали с Путиным, значит, самополагающий документ об отношениях, и там есть пункт о том, что, значит, мы против ядерного вооружения, мы против того, чтобы ядерное оружие располагалось на территориях, значит, на чужих территориях, на территориях других государств, каждое государство, у кого есть ядерное оружие, должно его держать только на своей территории. И мы призываем все страны мира, так сказать, вот, прекратить эту порочную практику, имея в виду Америку, естественно, они имели в виду, который там, ядерное оружие много где есть. Значит, вот, призываем прекратить эту порочную практику, и вот, значит, все в дом, как говорится. Вот. И проходит 3-4 дня, он с этим Си Цзиньпинем подписал эту бумагу, 3-4 дня проходит, он говорит, а теперь мы в Беларусь поставим ядерное оружие. Ну, то есть, вот это, понимаете, какое-то ощущение метаний каких-то, ну, то есть, нет у него какой-то вот стратегии выберенной действий, да, и он мечется. Такой, что-то... За то, что Китай не согласился на то, что он просил. Да, и вот Натя. Может, может, я, я почему, ну, почему я говорю, что я растерян, потому что, можно гадать, почему, значит, хотя, конечно, тоже выглядит, тоже, значит, давайте подставим Лукашенко, чтобы отомстить Китаю. Ну, молодец, конечно, что сказать. Вот. Ну, ну, с него станется. Слушайте, ну, вообще, после того, что случилось год назад, когда Путин вверг страну в войну, ладно, я сейчас не говорю о морально-этическом аспекте этого дела, там, люди гибнут, экономика разрушается, окей, там, ну, Путин, это не про мораль, это понятно. Ну, так он сам себя подставил же, ну, то есть, он перед всем миром, перед всей страной, перед своими сторонниками, вот что самое страшное, перед элитами российскими, он вдруг, ну, все увидели, он слаба, ну, все, все его боялись, все считали, что российская армия – это что-то там невероятно мощное, что Путин – это какой-то там гений стратегический, значит, что он там, ну, не стоя у него на пути. И тут выяснилось, что как только до дела дошли, получили по зубам, сидят там, кровью харкают, значит, подняться с пола не могут, значит, шамкают за ртом без зубов, значит, там, грозятся, а никому не страшно уже. Да, то есть, Путин, ну, реально, его, вот надо понимать, процессы его делегитимизации в стране идут со страшной скоростью. Он всегда держался на предположении, у него не было других источников легитимности уже давным-давно, за исключением, вот, предположение, что он силен и на дороге у него не стоит, и все равно будет так, как он захочет. Вот, и он сам своими руками разрушил это предположение, то есть, он, уверенность в этом, то есть, он мог, в принципе, еще долгие годы бряцать оружием, грозить, играть мускулами, и все были бы уверены, что сильная его армия, это сильная и страшная. Он сам эту иллюзию разрушил, то есть, он, ну, сам себе, вот, проблемы создал, да, на ровном месте, вообще, ну, не было проблемы, и, в общем-то, после этого, ну, там, искать логику в его действиях не всегда благодарное занятие. То есть, я не говорю, что он абсолютно иррациональным стал, и вообще в его действиях нет логики. Нет, она есть, но иногда, иногда уже надо иметь в виду, что иногда он поступит вопреки логике, вопреки своим собственным интересам. Он один раз уже продемонстрировал, что он на это способен. Вот, поэтому вот, когда мы смотрим, что он вот с этим ядерным оружием там придумал, но надо иметь в виду его ошибку годовой давности. Может, и сейчас он совершает опять какую-то неимоверную глупость. Ну да, потому что вот в прошлом году вот эти 150 тысяч российских войск, которые были якобы на учениях на границе с Украиной, да, тоже вот. Вы обмолвились о том, что Лукашенко, ну, может так посчитать, что, ну, в общем, ничего страшного, да, с этим ядерным оружием. Вот тогда тоже как бы, ну, и ничего страшного. А потом, бац, и война с оружием этим ядерным тоже может быть. Ну, это все, да, это такая область предположений, конечно. А насчет... Может быть, вот, 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 сейчас, извините, вот вы сейчас меня на вопросе навели, да. Может быть, это, вот, на самом деле, такая попытка, чувствуя, что Лукашенко... Сам Путин слабеет, и Лукашенко у него из рук ускользает. И в какой-то момент его предаст, ну, когда почувствует, что выжить в индивидуальном порядке у него шансов больше, чем вот затонуть вместе с Путиным на его корабле, да. Вот, и чтобы держать Лукашенко на коротком крючке, вот, можно туда завести в Белоруссии ядерное оружие, да, и с тем, чтобы был легитимный предлог, как, если что, там, сразу там... Ну, мы же не можем просто так эту страну, так сказать, предоставить самой себе, да, у нас там ядерное оружие, вы что хотите, чтобы там неизвестно, что с нашим ядерным оружием произошло? И все это повод ввести контингент, так сказать, понимаете? А может быть, это, кстати, на случай революции, может быть, это на случай революции, да, повод. И в этом смысле, кстати, давайте пофантазируем, может быть, Лукашенко сам этот вариант предложил, может быть, он чувствует, что зреет очередная волна, она возможна, да, и они придумали с Путиным вот такую схему. То есть сначала появляется ядерное оружие, а потом-то появляются части, которые это ядерное оружие охраняют. Вот, и российское военное присутствие там становится еще более легитимным, да, и Лукашенко себя увереннее будет чувствовать. Ну, то есть, с одной стороны, это войска, которые могут за Лукашенко присмотреть, а могут и Лукашенко поддержать, да. Но Путин в любом случае выигрыш-то, может быть, оказывается, да, то есть, вот, может быть, есть аспект, то есть, не столько ему само ядерное оружие на территории Беларуси нужно, то есть мы начали наш анализ с того, что мы пытались понять, зачем ему там ядерное оружие. А может быть, оно, ядерное оружие, не само по себе там ему нужно, а ему нужен лишь предлог, повод, значит, усилить военное присутствие свое, там не только военное и силовое, да, да, понятно, что там инфраструктура должна быть разведки и контрразведки вокруг всего этого, да, большая развернутая, и все это вот на территории Беларуси. То есть, это такой способ поприжать Беларусь к себе, так сказать, поближе, поплотнее. Ну, вот вы сказали, что, как бы, Лукашенко, вернее, наоборот, Путин почувствовал, что Лукашенко может уже ускользнуть от него, да, уйти из-под его, не то чтобы поражением, но поражением пахнет поражение в России, и Лукашенко же эти запахи хорошо чувствует, да, всю жизнь. И вы написали такую речь на случай поражения России, речь для Александра Лукашенко. — Очень похоже. — С кем говоришь? — Понравилось? Понравилось? Нет вам? Понравилось? — Не отличить. — Я, как человек, который, так сказать, неплохо пародирует, я просто вот по бумажке прям как, ну... — Народ Беларуси встрепенулся, скажем так. — Да, да, народ Беларуси встрепенулся. Они встрепенулись. — Да. — Значит, слушайте, неужели он может все-таки проскочить? Неужели, вам кажется, что он может выйти сухим из воды, Лукашенко? — Да, это, конечно, очень интересный и очень сложный вопрос. Уверенно утверждать... Я побоюсь, знаете, моя профессиональная составляющая, вот, политтехнологическая, она протестует против того, чтобы уверенно выносить суждения, пока я не посмотрел социологию. А я беларусскую социологию не видел. Чтобы вот уверенно утверждать, проскочит ли это, но мне бы надо было провести серию фокус-групп в Беларуси. Может быть, и количественник тоже. Ну, количественник сейчас в Беларуси, при том уровне репрессий, который у вас есть, он сильно похожий от российского, да, отличается. Количественник может проводить, смысл нет, хотя, ну, как вопрос составить. Вот, но фокус-группы точно надо провести. Я не очень понимаю, насколько он сейчас ненавиден. Ну, я примерно представляю себе уровень ненависти, зашкаливающий 20-го года, но ведь все-таки прошло много времени. Сама по себе вот эта логика, которую я там изложил, что, дескать, я уберег вас от войны, да, она, ну, потенциалом обладает на мирного обывателя. Есть, есть, есть такое. Есть, да. Ну, год назад, вот, буквально, значит, вскоре после начала войны в Венгрии состоялись выборы. И вот, когда война началась, все списали Орбана со счетов. Ну, дескать, ну, после того, как Путин так себя дискредитировал, но Орбан, как его вот союзник, дружбан, там, значит, ну, он не вызовет, он не усидит. У Орбана и до этого рейтинги снижались на протяжении стихих лет. Это он там уже проигрывал выборы в городах муниципальных, там, Будапешт сам проиграл в столице. Вот, и, ну, и все, все уже так скажут, ну, все, там, типа, делаешь шляпу, сейчас Орбан проиграет. И поначалу его рейтинг реально резко пошел вниз. А потом в Венгрии возобладала вот такая трусливая точка зрения, что, дескать, главное, ну, то есть, черт с ними, там, пусть русские бывают украинцев, главное, чтобы нация-то не затронут. Потому что угроза всеобщей войны, такой, общей европейской войны, ситуации, когда, ну, конфликт обострился, да, Европа поставляет оружие Украине, значит, русские, там, угрожают ядерным оружием. Ну, и угроза войны стала реалистичной, да. И венгерский избиратель вдруг массово ответил, значит, голосованием за Орбана именно по той причине, что, ну, он же друг Путина, значит, и уж Венгрию-то он не даст бомбить. И Орбан свою компанию на этом, собственно говоря, построил. И это сработало в Венгрии. И поэтому я, когда это писал, вот эту свою речь для Лукашенко, я имел в виду опыт Орбана, прошлогодний, в том числе. Там еще был опыт более давний, значит, я упоминал выбор Вильсона, избирательная компания 16-го года в США. Вот, значит, поэтому в целом потенциал у этой темы есть. Но я не знаю, насколько, вот, насколько сильно ненавидят люди Лукашенко. Понимаете, если по-настоящему сильно его ненавидят, его уже ничего не спасет. Да, но если там есть вот зазор какой-то, на фокус-группах его можно почувствовать, этот зазор. Если этот зазор есть, то вот туда можно, так сказать, ногу, что называют, засунуть и расшатывать постепенно, что-то, так сказать, подприоткрыть. Да, страх – это вообще большая штука, великая штука. Значит, если он есть, а он наверняка есть, значит, ну, на нем можно играть. Как, знаете, вот заповедь политехнологов гласит, вот если там убрать все, вот, все наносное, так сказать, оставить вот в сухом остатке что-то, вот, суть там, любой избирательной кампании, любой политической кампании вообще заключается в том, чтобы вот найти страх у людей и предложить им способ борьбы с этим страхом. То есть ты сам сначала эксплуатируешь страх, а потом сам же предлагаешь, как с ним справиться. И в этом смысле, ну, теоретически, может быть, у него это сработает, по крайней мере, в какой-то части. А у него же вариантов-то нет. Ну, потому что, в принципе, друг, он союзник того, кто проиграл. То есть проигрывает Путин, котировки Лукашенко, которые без того, наверное, не очень высоки, они падают стремительно вниз вообще, стремительно домократом. В том числе и в силовых структурах, в первую очередь в силовых структурах, потому что силовые структуры – это те люди, где ничего, кроме силы, не имеет значения. То есть пока ты силен, тебе подчиняются. Как только выясняют, что ты не силен, так пошел к черту. Тебя не за что уважать. И поэтому он держится на штыках, и эти штыки могут от него отвернуться. То есть он в арховой ситуации вообще-то. Он союзник лузера уже. И вот я как раз воспринял вот эту тупиковую ситуацию, в которой он оказался, Лукашенко. Я как раз и воспринял как челлендж, и стал себе мозги тренировать, думать, а что бы он мог предпринять. Ну вот у меня эта мысль родилась, и я ее написал. Поразительно, на самом деле, понимая, что вы не слишком погружены в действительность белорусскую и в белорусскую политику. Поразительно, насколько точно вы вот эти нарративы воспроизвели в его речи, потому что, ну, я как минимум знаю там пару человек, которые вроде как адекватно относились к Лукашенко, я имею в виду. Адекватное отношение к Лукашенко — это ненависть по отношению к нему, да? Вот они адекватно относились к Лукашенко, а потом вдруг как-то, ага, ну слушай, ну да, ну все плохо, ну репрейт, да, да, но не воюем. Но все-таки сохранил как-то, удержал. Гонопольский Матвей Юрьевич у нас в эфире неделю назад говорит, я Лукашенко благодарен. Из Украины, говорит нам. Он нам из Украины говорит. Ну, естественно, у нас тут взорвались зрители. Кстати, две тысячи зрителей онлайн у нас почти. Давайте-ка лайки поставьте, а то сидим тут. Вот. И, значит, этот нарратив есть, да. И мы вообще с Людой предполагали, что свою речь после поражения России Лукашенко закончит словами «Слава Украине!» Героям славы. То есть, ну, такое, в принципе, тоже может быть, вот безвыходность. И корни выгоднайтесь. Да. Да, все что угодно. Ну, я на самом деле про это думал, но это будет уже слишком такое откровенное переворачивание. Люди все-таки такое не видят. Поэтому я вот в своем тексте, я пытался нащупать, вот, то есть, приблизиться к этому, да. То есть, ни в коем случае не должно быть никакого там отрицания Украины, нет, если по отношению к Украине, да. И я пришел к выводу, что, ну, просто сказать «Слава Украине!» нельзя, да, ну, просто слишком откровенно перевертыш будешь. Это люди не уважают, повторюсь. А просто надо приподняться над схваткой, да, поэтому у меня там родился остеет о том, что мы, в конце концов, братский народ там и для одних, и для других. Кто бы не хотел нас поссорить? Залечить раны, да, и мы готовы залечить раны, так сказать, и тем и другим. Ну, вот в данном случае я даже не стал про кто-то, про то, что кто такое хотел поссорить, потому что, ну, этот обычный дискурс «Поиск врага», он постоянно присутствует и у Путина, и у Лукашенко, и он, я так предполагаю, что очень сильно людей раздражает. А эта речуга, которая призвана его спасти тонущего, она не должна раздражать. То есть она, может быть, и не, она не спасет, но она, по крайней мере, не должна добавить ненависти или презрения по отношению к нему, понимаете? Поэтому, чтобы не добавить презрения, я не стал вставлять туда фразу «Слава Украине», ну, презрение к предателю, да, и чтобы не добавить ненависти, я не стал вот обычный традиционный поиск врага делать, да, то есть я попытался избежать от крайностей. Ну, да. Ну, он-то может оторваться от речи. Смотрите, я хочу спросить, а, кстати, так маленькая на полях заметочка, вы знаете кого-то, кто пишет ему тексты каких-то людей в реальных? Нет, я бывал один раз, когда я работал в аппарате правительства Путина, где-то в 2008 году, была встреча, Путин прилетал с Лукашенко, я был в составе делегации, мы там чуть-чуть с белорусскими коллегами пообщались, но нет, фитч-райтеров среди них не было, по всякому случаю. Ну ладно, это так, для заметочки. Просто любопытно, да. Это известный случай, что, ну, как бы, это известно про Лукашенко, что он частенько начинает с бумажки, потом распаляется и отходит от текста и несет чушь свою традиционную. Вот в такие моменты просто интересно, по-житейски, что чувствует, думает его спич-райтер. Ну, мне трудно все, на месте его спич-райтера представить, потому что в случае с Путиным, это была как раз такая благодарная штука, то есть он в те годы, когда там работал, чушь вообще не нес, и поэтому, даже если он отходил от бумажки, то он текст не ухудшал, а даже может только улучшал. И в этом смысле, ну, у меня не было этого чувства. А вот когда ты, я представляю, ты написал ему нормально, он в этом начинает кусты, ахинеет, как Лукашенко действительно умеет, и тебе хочется там схватиться за голову, потому что, ну, реально же, стыдно, весь аппарат знает, что это ты написал, да? И, соответственно, ну, на тебя же могут подумать, что это ты такой ересен, да? А ты же не можешь сходить и сказать, не, он сам дурак, я такой... Выйти в этих трибуях, а чем больше? Подождите. Вон там написано, вот, отсюда читайте. Послушайте, а Мюнхенскую речь, простите, если это, может быть, общеизвестный факт, но Мюнхенская речь, это не ваша речь? Нет, я тогда не работал там. А, еще не работал. Я, смотрите, у меня как бы, я поработал год в 2000, в 2000, в 2001, когда он только пришел. После этого я уволился, ушел, ушел к Немцову, кстати, в Союз правых сил, к владелям пресс-службы. Вот, а потом уже там, после этого я уже, после Немцова, поработал в Афирии своей родной. Вот, а потом, когда Путин стал премьером, меня второй раз пригласили, ну, на более высокую должность, и я согласился, зашел в ту же самую реку дважды, и еще два года проработал. Но Мюнхенская речь была ровно посередине места, вот, первым моим заходом и вторым. А во время первого моего захода я участвовал в написании его выступления, если уж о Германии заговорили, его первое выступление в Бундестаге. Он тогда на немецком языке выступил, значит, всех шокировал. Но та речь была такая хорошая, он тогда еще был образцовый, демократический, либеральный, говорил об общих ценностях, об общих ценностях, о Европе, там, от Парижа до Владивостока. Да. Вот. Я, кстати, помню, вот, да, 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 при Собоне. Значит, я помню, тогда, кстати, он, не скажу нас, меня, во всяком случае, удивил, знаете, мы написали технику, у нас группа была, нет тех, человек, значит, баллон написали Черновик и какую-то очередную вот версию Черновика отправили ему уже на вытеку. То есть до этого там отправляем заместителя руководителя администрации президента, главе администрации президента, и вот, в общем, после того, как они одобрили, отправляем ему, и сидим вечером ждем, пока от него придут правки, и вечером они приходят, и вот я одну штуку, одну штуку запомнил, у него на полях, его рукой написано, не помню по какому поводу, но упоминаю, было написано дословно почти цитирует, прошу вставить сюда цитату из кого-нибудь из немецких романтиков 19 века. Вот. То есть я вот с тех пор, во всяком случае, знаю, когда там говорят, там Пугачев, например, говорит, да Путин за всю жизнь там ни одной книжки не прочитал, там он тупой, там. Вот. Ну, я знаю, что как минимум романтика 19 века он наслышан. Помню, что мы бегали, искали цитаты, цитаты, подходящие для вот этого случая. Да, вот такая вот. Но это же, но он же в Германии работал, знаете, как, может ему где-то попалось на глаза какой-нибудь Гёте, кто там, Шиллер, я не знаю. Лежала в прихожей. Гумбольд, да. Да. Ну, тем не менее, факт из факта. Ну, да, факт из факта, интересно, интересно. Нет, ну, смотрите, я точно не хочу выглядеть адвокатом дьявола, особенно сейчас это странно. Меня, значит, три дня назад российская МВД объявила в розыск. Это мы знаем. Вот, я за свою публичную позицию, там и иностранный агент уже, и вот в розыске уже. Вот, поэтому Путин, безусловно, сейчас является абсолютным злом. Вот. Но когда-то он начинал как нормальный. Вот такая штука, такая динамика. Все-таки великая вещь, я скажу вам, вот это вот ограничение по количеству сроков, которые ты должен провести во власти. Ты просто, ну, чем дольше ты сидишь, ты обрастаешь все большим количеством негатива, и в какой-то момент он тебя топит. Ну, то есть ты все равно там совершаешь какие-то, даже если ты правильно делаешь, ну, все равно какие-то ошибки ты совершаешь. И ты пытаешься начать выстраивать защиту вокруг этих своих ошибок, объясняя, почему они правильные, пытаешься развиваться там движение в этом направлении, доказывая, что все это правильно, да. И ты сам спорясь с теми, кто тебя критикует, начинаешь расисту не верить в то, что это правильно, да. И в конце концов, если ты сидишь безгранично, если тебя там через 4 года коленом под зад не выкинули, да, ты сидишь там 25 лет, ну, так в конце концов, ты защищая однажды случайно сделанное зло, превращаешься в абсолютного уже злодея. С Путиным эта трансформация, к сожалению, произошла, ну, с Лукашенко вашим тоже. Это абсолютная антропология. То есть тут законы-законы какие-то, химические, физические вступают в силу, и ничего с этим не поделаешь, да. Как любит повторять один мой... нам нельзя в эфире, понимаете, говорить... Один человек. Да, один человек, как сказать, нельзя... У нас же там в Белоруссии, сами понимаете, люди живые, вот. Один хороший человек любит говорить, ну, конечно, да, да, Америка, Запад, они все тупые, там, безусловно, я это принимаю, да, 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 так есть. Но все-таки вот эти вот два срока максимально, что они придумали, ну, все-таки молодцы. Ну, так что, так что да. По сути, Пригожин не тот, который... Бог бы... Хотя тоже интересно про этот Вагнер. Вот давайте про Вагнер сначала. Как вам кажется, он уже против пошел российской армии и против Пути? Или они еще все-таки заодно? И чем это все кончится? Ну, вообще, конечно, он в твою сторону все больше оппозиционность, но по отношению к Путину он пока, конечно, еще лоялен, значит, а с армией у него, конечно, конфликт. И вообще, похоже, что он там нашел в себе союзника в лице вот главных ястребов российской политики Сечина и Патрушева. И, возможно, поэтому он не утонет. То есть в какой-то момент стало казаться, что он все-таки утонет окончательно. Ну, он слишком большое количество людей настроил против себя, включая армию. Вот. Он перессорил Путина со всеми практически. И в какой-то момент, ну, Путин понял, что Пригожин лишает его социальной базы, он уничтожает его базу. И поэтому, так сказать, ну, начал его сливать слегка. И Пригожин, возможно, бы утонул, его бы доели вот эти его нанавистники, на которых он за последние полгода наплодил. Но не исключено, что все-таки вот его поддержат самое сильное на сегодня крыло российского истеблишмента вот эти ястреби-двое. Значит, не поддержат, конечно, не потому, что, значит, они какие-то там гуманисты. Им жалко Пригожина. Жалко, да. Нет, просто он может оказаться им нужным, он выгодно. Понимаете, они работают на исполацию ситуации. Вот. А исполацию организовывать руками Пригожина это очень даже хорошо, очень даже, значит, можно. Вот, допустим, вот эта странная история в Брянской области, когда вот туда, помните, где-то в начале марта прорыв группы диверсантов там каких-то случился, который какой-то там русский корпус, какие-то русские националисты, якобы воевшие на территории за Украину, да. Значит, вот они, ну, то есть, это была очень странная история. Мы ее там очень подробно пытались понять, что произошло, разбирали. И, похоже, там получилось так. Эту версию озвучивал Осечкин по данным своего источника Windows Change. Осечкин – это правозащитник, который специализируется на как раз разборках с силовыми структурами. И у него там много источников. И вот один из них – очень хороший источник Windows Change. Ну, никто не знает его имени, поэтому его под этим ником знают. Он, значит, написал, что там в реальности почему такая вот странная ситуация возникла, когда никого не было. То есть диверсанты приходят, там ни пограничников нет, ни… Значит, в ФСБ там три часа люди звонят, никто не приезжает. Ну, те, которые оказались там замешаны, мирные жители. Там ни Росгвардии, ни ЭБД. Ну, граница вообще-то. Граница с врагом, слышишь? Граница со страной, с которой мы воюем, вообще-то, да. И Осечкин написал, что на самом деле там уникальная ситуация сложилась. Там готовилась провокация ФСБшная под чужим флагом. И поэтому там отвели лишние части, чтобы они не мешали. Значит, поэтому были розданы уже некоторое количество спикеров от местных властей, которые должны были сообщать о захвате заложников, там, об убийстве детей каких-то, да. Им примерно уже было явно, чего надо говорить. Вот. Все, в общем, было на мази. И за час до того, как это все случилось, туда вошли реальные какие-то диверсанты левые, которые, значит, вот этот вакуум заполнили. Эти спикеры, значит, не разобравшись в том, что это не те зашли и не то делают, о чем была договоренность, они бросились тут же комментировать. Одна половина бросилась комментировать по-старому, другая половина, поняв, что что-то другое идет, начала уже комментировать по-новому. Поэтому там такие взаимосвечающие версии постоянно в течение дня звучали. И, значит, похоже, ну, по версии Windows Change, значит, кто-то из чекистов слил украинцам, ну, там у них внутренняя схватка сейчас идет в ФСБ, ну, она всегда там у них есть, а тут вообще совсем обострилась борьба за наследство Бортникова, директора ФСБ, который сейчас уходит, и кто станет, кто придет на его место. И там, значит, ну, в общем, сошлись не на жизнь, а на смерть люди. И, в общем, вот, кто-то там, чтобы одна из сторон, чтобы помешать другой, ответственную за эту операцию, стрелать эту информацию к украинцам, и те закинули там вот прям ровно за час там на своих этих диверсантах. Это кино, кино, кино. Да, там такая какая-то странная история. Короче, я к чему? К тому, что, ну, эта версия, мне кажется, реалистичной, и вот в такой ситуации для того, чтобы делать такие вещи, Пригожин и Вагнер, ну... Полезные. Потому что он может оказать, могут оказаться очень полезными, чтобы не полагаться в ситуации, когда ты не доверен. Иначе тебе придется чекисты, услугами чекистов пользоваться, а они, вон, видишь, как ненадежно там, то у них утечет, то они провалят, ну, то вообще войну проворонили, по сути. Ну, то есть они же готовили там, значит, Блицкрипт, да. То есть никто же не рассчитывал на то, что там реальная война получится. Да, солдаты ехали, как в 41-м году немцы, играя на губных гармошках. Наши тоже так же ехали. Вот. Значит, за подготовку вот этого всего как раз пятая служба ФСБ отвечала. Ну, СВР, понятно, и ГРУ там, там все опозорились. Но чекисты, они долгие годы там работали, они огромные деньги там получали для того, чтобы вот купить в Украине все, весь эстеблишмент, кучу пророссийских структур партий, они деньги туда скачивали, скачивали, скачивали. Не вышло, да. Ну, что-то потратили, купили яхточку какую-то. Да. И в этом смысле, может быть, для Васечина и Патрушева Пригожин более подходящая, значит, кандидатура. Вот я хочу... Он, по крайней мере, свою эффективность, ну, в том виде, там, вот, в смысле зверств, да, он свою эффективность доказал. Я хочу спросить по поводу, вот вы говорите, есть Пригожин, есть, ой, этот сам, Васечин, есть Патрушев там, там где-то географически, в Кремле, рядышком, а есть Пригожин, который может быть им полезен. Я просто вот из точки А в точку Б логически иду. Означает ли это, что у Сечина в кармане или у Патрушева в кармане уже где-то там бокерочка какая-то лежит? Такое может быть? Нет, 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 я бы рад был сказать, что да, но нет. Значит, они, по отношению к Путину, конечно, абсолютно лояльны, во всяком случае, пока. Все трое. Значит, другое дело, что может сложиться такая конфигурация, что вот когда они сочтут, что Путин сдает власть Медведеву, а Медведев усиливается, если хотите отдельно, скажу. Медведев усиливался, по крайней мере, на протяжении трех зимних месяцев очень заметно. И вот в этой ситуации, а Медведев для них враг, они ненавидят друг друга. Сечин больше, чем Патрушев, ну и Патрушев тоже. И самое главное, Медведев достаточно молод, и если он станет преемником и следующим президентом, ну он их сожрет, и им уже трона не видать. А Патрушев надо для своего сына, в общем-то, трон присмотреть. Поэтому он бы хотел, конечно, чтобы Путин правил до самого конца, а потом передал власть сыну Патрушеву. И Сечин к этому, для Сечина это тоже очень хороший вариант, и он при цене Патрушева будет серым кардиналом. И поэтому вот они, для них Медведев абсолютно неприемлем. А Медведев усиливался долгое время. И вот я к чему, в общем, к тому, что они могут сыграть, они не против Путина сыграют, но почувствовав усиление Медведева, они могут сыграть против тренда на Медведевшину, так сказать. То есть они... Владимир Владимирович, не обижайся. Ну там, ты для нас там отец родной. Но мы не можем себе позволить, чтобы этот карлик, лилипуд, значит, который Родину предаст. Они же так это оформляют. Аббас Радикович, я прошу прощения, я прошу прощения, чтобы договориться о значении слов. А тренд на Медведевщина это айфоны и целование с Америкой в десна? Или Медведевщина это ядерным ударом по Брюсселю? Что такое по Агаге? Почему по Брюссу? Да и по Брюссу. Сейчас, конечно, это очень большая загадка. Думаю, ответа на заданный вам вопрос нет ни у Путина. Может быть, только у самого Медведева, может и у него даже нет. Медведев инвентурщик, который очень умеет себя убеждать. Вот как Лукашенко в этом спасает. Он быстро себя убедит в том, что вот вовремя предать, так сказать, это не предать, а предвидеть. Вот как он был, вы говорите, айфон, целование с Вашингтоном, значит, модернизация, свобода лучше, не свобода, ограничение влияния силовиков. То есть, он долгое время был носителем этих идей. А потом предал это в ситуации, когда конъюнктура изменилась, в пользу вот этого оголтелого патриотизма. Ну, раз он в одну сторону предал, когда конъюнктура изменилась, кто может дать гарантию, что он еще раз не развернется в обратную сторону, когда конъюнктура снова изменится. Я думаю, что он вообще на раз-два. То есть, он умеет себя убеждать. Он убедит себя, что так надо, так правильно. И так же искренне снова будет вближаться с Америкой и писать выступление «Россия вперед», как он когда-то написал. И у Медведевщина понятно, что Путин усиливает Медведева. Он бы не стал усиливать Медведева, если бы он ему не верил, конечно. Поэтому он усиливает Медведева, веря, что Медведев теперь это вот, так сказать, размахивание ядерно-дубенькой. А Патрушев с Сечиным играет против Медведева, будучи уверенными, что в конце концов этот сволочь, он сейчас Путина обманул нашего дорогого Владимира Владимировича. А потом он всю Родину предаст. Поэтому мы не должны позволять ему обманывать дорогого Владимира Владимировича. Поэтому, значит, мы это не допустим. И чтобы вот это не допустить, на самом деле на каком-то этапе они могут и Владимира Владимировича самого лично отслушаться дорогого. Понимаете? К вопросу о табаке. То есть против Путина бунт вряд ли. Но против курса Путина на передачу власти Медведеву легко. Понимаете? Тонкая такая грань. Нет, я честно говоря не понимаю, вы все так запутали, потому что Медведев для меня это совершенно сбитый летчик был. Мы были уверены, что это просто какой-то крутой персонаж. Для меня. Для меня тоже. А как вы, на каком слое вы делаете выводы, что он усиливается? Понял. Да. Смотрите, 26 декабря Путин назначил его первым заместителем военно-промышленной комиссии. Комиссия такая есть. Это очень важная структура с точки зрения войны. То есть в мирное время она такая техническая, там не пришли к кобыле хвост, никому не нужна. Она занимается гособоронзаказом. Но сейчас, в нынешней ситуации, это ключевая структура, которая командует самой важной на сегодня частью российской экономики. Председатель там сам Путин в этой комиссии. Ну понятно, что он там работает, не работает. Он, так сказать, как ангульская королева царствует. И в своем первом заме. До этого там банковал Маркоров, вице-премьер, подчиненный Мишуйстину. То есть это была структура, встроенная в правительственную вертикаль. Ничего удивительного. Но 26 декабря Путин Медведева в качестве первого зама туда ввел. Специально переписали под Медведева положение у комиссии. Появилась должность первого зама с таким неплохим кругом полномочий. И там началась схватка такая, не нажимая нахмерть, с Мишустином. Потому что в комиссии Мишустина премьера нет. А его подчиненные, типа Мантурова, там другие министры, вице-премьеры, там зама министров, они там есть. И Медведев теперь командует, в рамках этой комиссии, командует подчиненному Мишустину, дает им поручения, контролирует их исполнение. Угрожает там, значит, я почитал там стенограммы, но угрожает там директорам предприятий прямо уголовными, статьями уголовного фодекса перечисляет их. Вот. Значит, Мишустин, чтобы помешать ему, вот буквально через три дня после того, как Медведев вошел в эту комиссию, Медведев туда вошел 26 декабря, то ли 29-го, то ли 30-го декабря Мишустин уволил руководителя аппарата этой комиссии. Понимаете, такая интересная ситуация, там комиссия сама президентская, а ее аппарат правительственный. Аппарат – это очень важная часть, которая реальную работу, так сказать, контролирует, контроль за исполнением поручения, весь документооборот и так далее. То есть это важная часть бюрократической, так сказать, власти. Это основа бюрократической власти. И чтобы не дать Медведеву вот этой власти там в рамках этой комиссии овладеть, Мишустин уволил, значит, там был такой Боровков, руководитель аппарата этой комиссии. Он его отправил на пенсию, хотя там пенсионный срок не выходил. Почему? Потому что Боровков на самом деле многие-многие годы работал в этой комиссии. И он с Медведевым и с Медведевцами сработался, когда Медведев был премьером. И, соответственно, Медведев на Боровкова мог положиться. Поэтому Мишустин сразу же, как только Медведев там появился, Мишустин сразу же Боровкова убрал, значит, отправил на пенсию. На его место посадил, значит, человека абсолютно своего из ФНС, Богдана Стёшку. Значит, и Медведев теперь не может на аппарат этой комиссии опираться, полагаться. Медведев там тоже входной маневр предпринимает, создал рабочую группу. То есть я не могу работать в комиссии, я буду работать в рамках рабочей группы. Короче, ладно, я слишком много подробностей не буду на вас вываливать. Да, потому что на самом деле кажется, что, я прошу прощения, кажется, что сидит один Путин и всё решает, а там, оказывается, возня такая идёт. Нет, 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 нет. Нет, 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 он как решает? Вот кто к нему придёт? Вот он уполномочил Медведев, так сказать, этим заниматься. Медведев придёт, принёсёт ему бумагу на стол Путина и подпишет, так сказать, понимаете? Придёт Мишустин, Мишустинскую бумагу подпишет. Короче, Путин, значит, создал вот эту ситуацию двоевластия, понимаете? По сути, в правительстве теперь двоевластия, вот всю зиму шла борьба. И если в этом, ну, конечно, можно предположить, что Путин совсем обезумел и просто не понимает, что он делает. Не исключено. Но всё-таки, если исходить из того, что в его действиях есть какой-то смысл, то я в этом, ну, увидел только смысл, что Медведева Путин резко усиливает. Я поэтому предположил, что, возможно, он вообще собирается поменять премьеры и, значит, ну, и запустить операцию «Преемник». Я ждал, что это случится где-то там, предположительно, в, значит, марте-апреле, ну, примерно тогда, когда окончательно станет ясно, что зимнее наступление российской армии не удалось, оно захлебнулось. Да, чтобы переложить ответственность, Путин вот начнёт, поставит Медведева премьером, даст ему широкие полномочия расширенные, контроль над словиками и скажет, давай, дуй до горы, в аюте, так сказать, да. Ну, и, соответственно, ты теперь отвечаешь за результат. Победишь – молодец, будешь преемником. Проиграешь – ну, твоё поражение. Как интересно. Путину легче всё-таки отвечать за, понимаете, вот он же крутой мачер, ему легче отвечать вот в глазах самого себя, в глазах истории, в глазах своих Рутенбергов, своего политбюро, которое для него рекорентной группой является. Значит, отвечать за неудачный выбор преемника, чем за поражение, понимаете. Вот начал войну и проиграл войну – это позор. А начал войну, вёл её, а потом назначил преемника, который проиграл войну – это уже не так позор, не так стыдно, понимаете. То есть, короче, ну, там, резоны какие-то в этом есть. Я, глядя на усиление Медведева, предположил, что вот, возможно, это сценарий. Но после того, как Международный уголовный суд вынес, значит, вот этот свой вердикт, я, конечно, думаю, что, ну, теперь шансов на реализацию сценария преемник стало гораздо меньше. То есть, Путин теперь, наверное, все эти тонкие манёвры отложит и будет просто, вот, как Лукашенко вцепится, там, зубами, там, в трон, и будет его, за него, за него держаться. Хотя, повторюсь, там, ситуация меняется, постоянно его колбасит. Вот как про ядерное оружие мы начали разговаривать, да, сегодня он говорит одно, завтра делает ровно другое. То же самое, вот, значит, например, объявляет он, выступает с посланием и говорит, значит, выборы состоятся в срок. До выборов вообще год можно было про это не говорить, но сам про это говорит. Выборы, значит, и губернаторские, и сентябрьские, и президентские через год, все состоятся в срок. Окей, это значит, что военного положения, ведение которого можно было предположить, будет, не будет, потому что военное положение несовместимо с выборами. При военном положении выборы не проводятся. Поэтому, раз человек говорит, выборы будут, значит, не будет военного положения. Через четыре дня или пять дней, там, ну, через неделю, подписывает указ, в котором подробнейшим образом расписывает, как будет происходить управление той частью экономики, которая занимается гособоронзаказом, в случае введения военного положения. Понимаете? При этом, если до этого гособоронзаказ он отдал Медведеву, по сути, через ВПК, то, о чем я раньше говорил, и Медведев всю зиму этим занимался, а в первых числах марта Путин подписывает указ о том, как все это будет делаться в случае введения военного положения, и там Медведева вовсе нет. Ну, то есть он формально есть, но там все полномочия опять у Мишустина с Мантеровым. Где логика вообще, понимаете? Поэтому, ну, вот чувствуется, что он растерян, его колбасит. Вот, вот это как бы ключевое, да, мы хотели спросить. Его там колбасит в Кремле, на самом-то деле. Ну, по-хорошему, если так вот есть такое, да? Да. Ну да, он в целом растерян, то есть его курсы им избранные не приносят удачи. Очевидно, уже ведет в тупик. Ресурсы исчерпаны. Он вчера сам уже признал, он использовал термин «лимиты», значит, но на самом деле это есть старый добрый термин со времен Первой мировой войны, использующийся снарядный голод. Вот. Ну, то есть ресурсы страны блестит к исчерпанию. И... Что делать? И что-то надо делать. Да. И вот он, и вот он мечется, то один сценарий, то другой. Вот. Как вот так. Мы... Знаете, что я хотел вам сказать еще? Так, напоследок. Конечно, есть много тем, но просто надо уже меру знать. Мы вас держим уже почти час у нас в эфире. И все это бесплатно. И все бесплатно, да. Вот. А чтобы... Ну, вы как политтехнолог просто... Знаете, как всегда интересно узнавать что-то новое о других людях, народах, традициях, культурах. Вот YouTube, вот трансляция. Нас смотрят там 2120 человек, 2150. Ну, то есть такая хорошая цифра, в общем. И мы попросили поставить лайки. И нам наставили лайков, 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 и было там 780 лайков. Условно говоря. Прошло 30 минут там трансляции. Оп, 600. Я смотрю, 620. Знаете, как это работает? Это белорусы, которые смотрят в Беларуси нашу программу, ставят лайк в процессе эфира, держат этот лайк 10-15 минут, пока еще в дверь не звонят и так далее. То есть это правда. Это я сейчас не придумываю. Для того, чтобы эта трансляция продвигалась, и потом, когда они выходят из дому с телефоном, там, еще что-то, они просто этот лайк убирают. Потому что за лайки ты можешь получить срок реально в Беларуси. Просто вот вам, как сказать, не знаю, подозревали вы об этом или нет, но вот так это сегодня работает в Беларуси. А в России сейчас то же самое. А в России что, тоже за лайки сажают? У нас за них кто-то уже сажают. Ну да, в общем. Мы сейчас вполне сопоставимы. То есть еще несколько лет назад уровень репрессивности Беларуси был гораздо выше, чем в России. И избирательная система у вас гораздо более архаичная. Я помню, значит, общался, был еще один раз в Беларуси, там, парламентские выборы у вас проходили. И, значит, я разговаривал там с местными избиркомами. Вот. И я не помню, прям обалдели, когда узнали, что каждый наблюдатель на избирательном участке в России имеет право получить не копию даже протокола на руки, а оригинал протокола. Ну, то есть протоколы изготавливаются в нескольких экземплярах по количеству наблюдателей. И, значит, этот протокол и все эти, значит, это не копии, повторюсь, это оригиналы. И все эти протоколы, оригиналы протоколов имеют равную силу. То есть тот вариант, который есть у наблюдателя, обладает не меньшей силой юридической, чем тот вариант, который у председателя комиссии. У нас наблюдатель имеет право получить только дубинку. И срок. И срок. Вот. Ну, и они просто обалдели тогда, когда их слушали, говорят, а как это может быть, а как же там комиссия-то работает. Вот. А я, наоборот, поражался, что какая архаика. А у них, у вас тогда, я не знаю, как сейчас, а у вас тогда была такая история, что, конечно, ни на что претендовать наблюдатель не может. Он может посидеть, понаблюдать. И потом, там, по-моему, написано так, типа, своими силами он может изготовить копию протокола. Там вот так. Ну, как он своими силами-то? Ну, то есть принтер там принесет, попросит, дайте мне, я там... Да перепишет от руки. От руки протокол. Но это в любом случае будет незаверенная копия, которая не будет иметь юридической силы. В суд, в прокуратуру ты с этим не пойдешь. Это будет какая-то вот такая... Так он и так не пойдет. Просто, чтобы вы понимали еще насчет наблюдателей, это во время 20... В 20-м году, когда были вот эти президентские выборы, у нас наблюдатели сидели в отдельных комнатах. Это, ну, это не Оруэлл там. Это в отдельных комнатах или на улицах. Некоторых не пустили. На улицах возле ступенечек. В здании не пустили. И на ступенечках сидеть нельзя, возле. Да, 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 я помню это видео. Здесь, конечно... Вот так. Ну ничего, слушайте, на самом деле, недолго ждать ни нам, ни вам осталось. Вот как человек, который хорошо знает историю и понимает логику революции, на самом деле, вот эти режимы себя уже исчерпали, поэтому осталось недолго. Сколько? Может, у вас инсайты какие-то есть? Нет, 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 инсайтов нет. Просто, ну, я понимаю логику. Просто в исторической перспективе это, может быть, и 50 лет. Да, 50 лет для истории это немного. Ну, нет, 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 нет. На самом деле, конечно, ну, смотрите, почему я не хочу о сроках говорить. Сроки как раз предсказать очень сложно. Предсказать направление движения очень легко. А сроки, ну, всегда появляются новые обстоятельства, новые факторы, которые, значит, либо ускоряют движение в нужном направлении, либо замедляют его. Поэтому очень многое сейчас зависит от того, что там на поле боя. То есть, в конце концов, после поражения режима путинского, шансов уцелеть и у Путина будет не так много, меньше половины точно. И у Лукашенко тем более. Ну, если он только вывернется, произнеся мою историческую речь, с которой мы начали. До 23-го года, до конца 23-го года верите в победу Украины? С границами, с границами. Ну, пусть без Крыма, черт с ним, пусть пока без Крыма. Да, я сильно не исключаю этого. Ну, поскольку я не являюсь специалистом в военной области, я могу уверенно рассуждать о выборах, например, о протестах, о общественном мнении. Война – это все-таки не моя специализация, поэтому я здесь вторичен, то что называется. Я просто читаю других экспертов. Ну, вот просто по ощущениям, да. И, да, делая вот на основании услышанного, прочитанного вывода, да, я склоняюсь к тому, что это абсолютно реалистичная история. Самое еще важное, тут надо понимать, что у Путина есть ограничитель один очень серьезный. Март следующего года – выборы. Понимаете, выборы – это очень серьезный ограничитель. Выиграть выборы, не одержав предварительно военной победы, будет, на самом деле, очень нелегко. И понятно, что он сальсифицирует, но тут может случиться то, что у вас в 20-м году получился протест, вот, и неизвестно еще, как себя поведут в этой ситуации силовики, потому что, повторюсь, Путин в их глазах сейчас очень сильно просел. Да, он музык, в общем-то, понимаете. Ну, как Пригожин сказал с Ахмедовым. Вот, вот, вот. Абсолютно, вот, хочу, чтобы вы понимали, типичная история. Вот элиты, в приватных разговорах, все, 90% элит рассуждают именно так. И вот, когда у тебя такой слейф, такой бэкграунд, назовешься всем лузеры и тираны, ну, тут выборы могут стать... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин